В апреле-май электричество как таковое не нужно. Другого места для размещения панели мы не видим. Пойдемте, господа, еще вот туда. Ну, это стандартно в Испании. Никаких панелей на доме. Слушай, а смотри еще, Макс. Хотелось бы, знаешь, что очень хочется. Мы находимся в Бунисе, где сейчас приедет компания Энера, чтобы просчитать нам стоимость вот этого дома. Запаковать его бесплатной энергией. Технически посмотрим все возможности. Все отлично, она в виде комнатки. Ясно, по бассейну все понятно, по размещению панелей. Вон юг, Сань. Ну да, бассейн уж так и сказать. Так, раз тут юг, значит мы тогда... Вот эта крыша большая и вон тот пупырь. Ну вот. Соответственно, вот мы видим вот эти две крыши. Вот эти два места, даже может быть вот это одно место. Мы сейчас посмотрим еще по объему, сколько сюда мы можем. Тут, скорее всего, вот этой крыши будет достаточно закрыть любую потребность, любой нагрузки. Вот, и, соответственно, вопрос такой, этот дом планируется на постоянное место жительства? Или это все-таки как дача? Не, как дача. Как дача? Все, услышал, соответственно, я понял. Даже если бы как-то использоваться как дом для постоянного проживания, ну это я и жена, два человека. Финклально потребляем. Да, 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 я понял, я так и понял. Ну, середнячок такой хороший, рабочий, но с возможностью в будущем, вот через год, через два, через три, например, увидели, что да, хотите расширить станцию, окей, что без изменений, кардинальных изменений, только панели докидать и, соответственно, получить уже больше. Ну, конечно, как какой-то запас, конечно, здорово. Слушай, а смотри еще, Макс, хотелось бы, знаешь, что, очень хочется посмотреть бассейн, чтобы он как-то подогревал все, понимаешь? Да, 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 это стандартная вещь, это мы как раз, я согласен тому, что необходимо подогреть бассейн, я эту станцию как раз и предложу из расчета, потому что в апреле-май электричество, как таковое, не нужно. В том количестве, когда надо зимой и летом, вот. Соответственно, куда-то девать надо будет это электричество. И вот подогрев бассейна, это самый лучший вариант эксплуатации станции. Да, да, супер, вообще супер. Ух ты, какой красивый. Это, если старая постройка, то... Так-то вообще милый домик. Либо в пристройке, может быть, что-то есть. А, кстати, может быть, да, может быть. Один на дом, один на бассейн, я вот где-то поднавесывал, и говорит, еще один автомат. Скорее всего, он там и есть. Ой, как я люблю, знаешь, вот такие заказчики, он смотрит, какой-то домик там, у меня в детстве штаб был, был бы. Пацаны приходили бы, мы там кока-колу бы пили. А есть большая вероятность, что мы его и ищем, потому что он должен быть ближе туда. Вот, я думаю, вот здесь вариант, это насосная. Ну вот, давай откроем. Ну, значит, вот под той. Ну, значит, вот он. Да, сперва. Там нормально насосно, и стоит один автомат. Я к тому, что там оборудование поставить. Так, ну, нам оборудование здесь поставить-то идеально. И место есть. Ну, а щиток вот здесь. Щиток, да? Отлично. Ну, переделан на одну фазу. Десят двадцать счетчиков? Десят двадцать. То есть, соответственно, мы предлагаем оборудование поставить вот в насосы. И, соответственно, здесь связать счетчик. Там панели ушли по борту, там спустились, пришли сюда. Если, например, вот здесь ворота будут стоять, вот здесь будет столб стоять, вот стена, столб, стена. Тут надо повесить-то максимум 10 панелей. Максимум. И больше не надо. То есть, второе место для размещения панели, как я вижу, это вот здесь изготовить навес и вместе навеса поставить и положить панели. Тем самым мы уходим оттуда с крыши и кладем их здесь. Визуально это будет просто крыша для навеса, или будет навес. Мы связываем этот счетчик с инвектором, который планируем повесить в насосной. Никаких панелей на доме. И рядом поставить тепловой насос. Но на тепловой насос мы не можем, не имеем права ставить внутри домика. Ему не хватит воздуха. Поэтому мы его можем поставить либо, соответственно, с этой стороны вот здесь, вот по этой стене, либо, соответственно, его поставить где-то за стенкой. За стенкой будет предпочтительной, на него не будет попадать солнце, он более эффективно будет работать. Вот в этом тенечке, вот где труба для полива, вот там поставить тепловой насос. Вот там никому мешать не будет, его не будет слышно. Ну, он и так и так тихо работает, но его слышно не будет вообще. И он к тому же в тени, соответственно, когда он будет работать на нагрев, он более эффективно будет работать. Причем так, ну, я думаю, примерно на 500 ватт, на киловатт будет сильнее работать. Саша, я тебе скажу, что вот если вот здесь все-таки, вот это навесико сгородить, то тот дом только по зиме, в лучшем случае, до стенки. И вот прямо вот туда. Ну вот, смотри, вот, вот у нас юг, вот 12 часов, вот он здесь. Это сейчас летнее время просто. Зимой будет, да, вон там. Зимой там еще 3 часа, и все. Вот сейчас. Получается, все, все, мы тогда готовим предложение. Как там самое, как погода? Здесь лето. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА